Павел, если мы внимательно посмотрим именно с точки зрения права, и в Украине тоже есть проблемы, вот даже те же самые Минские соглашения, все адекватные юристы говорят, что это абсолютно ничтожный юридический акт, который заключен с террористами, субъективами, которые вообще никаких абсолютно поправочий не имеют. Но с другой стороны мы видим, и все это признают, в том числе международное сообщество, что Россия напала на Украину, ведет с Украиной агрессивную войну. Значит тогда что нужно сделать? Но опять-таки, я юрист просто хочу объяснить, в том числе нашим зрителям, с точки зрения международного права. Украина должна на первых территориях, в аннексированном Крыму, формально ввести военное положение. Затем, разговор с Российской Федерацией дипломатический, экономический и на их связи, ну и скажем так, экономический полностью в тех пределах, может быть, какой-то край необходимости, потому что полностью все равно, даже во время войны между государствами, на 100% экономические отношения всегда прекращаются. И что самое главное, вернуться к Будапештскому формату. То есть, к чему в Украине преимущество, скажем так, от обычных государств, стран-жертвых? В том, что в 1994 году был заключен в Будапештске меморандум, подписан между Украиной, Российской Федерацией, Соединенными Штатами Америки и Великобритании, о гарантии территориальной целостности Украины в обмен на сдачу ядерного оружия в России под надзором Соединенных Штатов Америки. Так вот, если один гарант территориальной целостности страны гробо нарушил требования меморандума, совершил вероломную, агрессивную агрессию против Украины, развязал эту войну, то два других участника этого договора, точнее, стороны юридические этого договора, обязаны эту территорию сообеспечить. Так вот, почему Украина не разорвет с Россией дипломатические, экономические и политические отношения, не обратится в Соединенные Штаты Америки и Великобритании, чтобы они обеспечили дипломатическое посредничество? Потому что вот даже сейчас, по последней информации, блокируют оккупированный Донбасс, добровольцы АТО. Да, они все правильно сделали, потому что Женевская конвенция от 1949 года, она четко говорит, что оккупированную территорию должен содержать оккупан. Раз оккупировал, значит, держит территорию, все, точка. И каких-либо там двойных, тройных разночтений эта конвенция абсолютно не допускает. Но это все равно косметические меры. Заложники, как они, в общем-то, из плена были, то есть обмена заложниками на уровне России, Савченко, как она была обменена. Мы видели, да, что под дипломатическое посредничество в обмене Савченко оказалось Соединенные Штаты Америки. Потому что если бы не США и не Керия, ну, понятно, позиция украинского украинского украинства тут тоже была достаточно активна. Но все равно Соединенные Штаты Америки здесь сыграли более решающие уровни. Поэтому Савченко до сих пор бы сейчас находился бы в России, как это я называю, в заложниках, в плену под прикрытием юридических процедур. Так вот, почему Украина не желает войти, как я это говорю, в правую колею и с помощью дипломатического посредничества США и Великобритании, как гарантов территориальной ценности, обеспечить вызволение людей, освобождение людей из российского плена, украинских воинов, крымских татар. Причем, крымские татары тоже стоит отметить, они не по своей воле находятся в российском плену, а в связи с тем, что Российская Федерация оккупировала, аннексировала автономную республику Крым. И они находятся там, сейчас, в российском плене. То есть, почему Украина не хочет войти в этот самый, ну, скажем так, встать на путь международного права? В правовое поле. Да, войти в путь сильного. Ну, вы очень много тем сразу затронули. Ну, все у вас задают, вы хотите в правовое поле, понимаете? Ну, во-первых, так, почему вы тут начали говорить о том, почему не разольвет дипломатические отношения со страной-агрессором, почему не объявят военное положение и так далее, и так далее. Это говорит о слабости украинской власти. Адвокаты этой власти, политики этой власти утверждают, что минские соглашения, несмотря на то, что, судя по всему, они написаны по девятовку из Москвы, вот, и там столько несоответствий. И совершенно логичных вещей, когда телегу ставят впереди лошади, это имеют прежде всего сначала выборы, потом перекрытие границ, то есть, по сути дела, выборы под дулом автоматов оккупационных войск. Вот, это, конечно, просто не суразится. Но адвокаты украинской власти говорят о том, что это единственный, может, путь вот такая гибридная война, она выгодна Украине, потому что, если Украина порвет дипломатические отношения, или хотя бы не будет прикрываться этим фиговым листочком АТО, а объявит даже не войну Россия, а военное положение ведет, то это спровоцирует Путина на широкомасштабную агрессию, которую Украина не выдержит, и Украина потерпит поражение, и цифры приводятся, что, например, Путин может поставить под ружье 8 миллионов человек, и так далее, вот такие планы, и превосходство ее в авиации, в ракетном вооружении, и так далее, и так далее. В танках, которых у России больше, чем во всех остальных странах мира, это еще при СССР наклепали эту радиотехнику, вот такие, но никто же не пробовал, никто не пробовал, Маннергейм попробовал, удалось, Пилсульский попробовал, удалось, здесь и не пробуют, и получается, что война в Украине выгодна, и тут власти выгодна война, но тут есть еще параметры, которые в нашей передаче пока не хочется затрагивать, и есть еще вторая половина, и Америка, и Великобритания, они не будут воевать за Украину, поэтому Будапевский меморандум остался только на бумаге, тем более, обратите внимание, если говорить о правовом поле, меморандум это не закон, это как бы сказать больше, и так оно вышло в реальности, про возглашение о намерениях, вы понимаете? Ну да, вот так нельзя делать, а Россия сделала, но не пойдем, мы не будем посылать экспедиционные корпуса не Соединенных Штатов, не Великобритании, чтобы воевать за Украину с Россией, не будут. А Россия нарушила все возможные соглашения, она фюрерам плевать на все акты, и на Будапевский меморандум, и на договор о стратегическом партнерстве с Украиной, все договора ее были нарушены, и двусторонние, все договора, я о международных не говорю. Но у Запада есть определенная тоже отговорка, как у адвоката власти, что мы против России не вытянем масштабную войну, и у Запада есть, о чем мы будем впрягаться за Украину, если она с агрессором, с агрессором, не порывая дипломатических отношений. Ну, в том-то и дело. Это фронт. Тут проходит передовая линия обороны европейской цивилизации против вот этой Азиопы, против этой империи, которая, вставая с колен, вот эта липовая пропагандистская установка, вставая с колен, она пытается всех окружающих поставить на колени. Так что тут очень много таких превходящих вещей. Но любым агрессорам наплевать на любые международные акты, когда у них аппетит. А с другой стороны, это показывает и слабость Запада, который, конечно, проявил определенную беспринципность, даже не пытаясь поставить Россию на место дипломатическими путями в связи с ее нарушением Будапештского меморандума, под которой стоят подписи Соединенных Штатов и Великобритании. Хорошо, Павел, вот на Ваш взгляд, если Украина, ну, мало уже времени осталось, потому что 20 января 2017 года Дональд Трамп вступает в свои президентские полномочия, ну, скажем так, хотя бы в ближайшие месяцы четко обозначить свою позицию с точки зрения международного права, разорвет экономические, политические и прочие отношения с Россией и обратиться к Соединенным Штатам Америки и Великобритании, чтобы новая администрация США в частности обеспечила дипломатическое посредство, то есть создаст у Соединенных Штатов обязанность по исполнению нарушенного России Будапештского меморандума. Вот как Вы думаете, вот в этой ситуации Соединенные Штаты Америки, все-таки вот при новой администрации США, они будут более жесткую проводить позицию к России? В том числе, вот сейчас главный вопрос, который волнует большинство украинцев, это освобождение граждан Украины, как крымских татар, украинских военнослужащих, даже и тех же самых этнических русских, кто находится, вот как Олексинцу, кто находится в России в плену под прикрытием юридических процедур. Вот здесь, как Вы думаете, США будет более активно, если Украина выполнит все с точки зрения буквально нормы международного права, значит, что позицию принципиально? Хочу ошибиться, то есть это надо делать, это в любом случае не повредит. Вот так, обращение официальное правительство или Верховной Рады, или лично президента, подкрепленные там соответствующими документами. Да, но здесь, понимаете, тут нужны все, и президент, и Верховная Рада, то есть вот в этом процессе должны быть. Да, но тут маслом каши не испортить, что чем больше в данном случае таких институций, тем лучше, но, чем больше, тем лучше. Но, мне кажется, Трампу будет на это совершенно нам плевать. И дай Бог не ошибиться, он может ужесточить позицию штатов по отношению к России, только после того, как коса найдет на камень, когда два вот таких, скажем так, не совсем адекватных с точки зрения человеческой, общечеловеческой культуры людей столкнуться, пересекнуться личной интересы, личной интересы, и не в смысле так, как индивидуумов, но просто как руководителей государств, таких жестких, вот тогда только Трамп, это будет реакция на позицию Путина, как какую-то для него неприемлемую, только тогда он может ужесточить позицию Соединенных Штатов, усилить санкции и так далее, и так далее. А так просто, судя по его заявлениям, он опять, позиция Америки, уйдет в сторону эгоцентризма, как я называю, эго-пупизма, и она будет заниматься в основном внутренними делами, которых накопилось немало. Павел, ведь Соединенные Штаты Америки, как и Европейские Советы, живут по принципу демократии, это диктатура закона, то есть соблюдение процедур, уставов и прочих обязательств, которые на себя были взяты, это священно для них. Ну, не для Трампа, к примеру. Судя по его биографии, в своем бизнесе он нарушал законы неоднократно. Ну, Павел, вот смотрите, США, даже в отличие от Украины, Россию даже не будем здесь брать примеры, это все-таки набор институтов и инструментов, где, скажем так, как численно работает суд, парламент, оппозиции есть, гражданское общество и так далее. То есть, если там президент, скажем так, будет вести политику, которая не отвечает законам, интересам Соединенных Штатов, своим бездействием будет, потому что бездействием тоже можно нарушить договора, вот как Обам, я считаю, он нарушил Будапештский меморазм своим бездействием. Если Трамп продолжает совершать это нарушение, то, скажем так, у него же могут быть последствия соответствующие. То есть, я так полагаю, что там есть советники, и они подскажут, что да, нужно действительно войти, вот так сказать, ну, встать на правовые линии США. Ну, хочется на это надеяться, потому что республиканцы традиционно были, как бы сказать, более жесткие по отношению к такой империи, как СССР, и теперь ее преемница Россия. Ну, вот, судя по составу той команды, которую набирает Белый дом, она очень разноречивая, разношерстная, и комментарии разноречивые, но хочется верить, что республиканская партия, которая, наверное, сама не верила, выдвигая и утверждая Трампа кандидатом в президенты, сама не верила, что у него есть шансы, у меня такое впечатление, что там найдутся здоровые силы, в самой республиканской партии, которые, как бы Трамп поначалу как бы не взбрыкивал, как мустанг такой необъезженный, то хочется верить, что она его ведет в нормальное, цивилизованное, в правовое русло, в русло интересов Соединенных Штатов не эгоцентрических, не сугубо внутренних, а учитывая ту роль, что Штаты взяли на себя, по сути, или вынуждены были взять после Второй мировой войны, как бы гарантом демократии во всем мире, то хочется, чтобы Америка и новое правительство Америки не забывали об этой исторической ее роли. Америка